1 мая у Армении будет новый премьер-министр. О выборах главы правительства журналистам рассказал спикер национального собрания Араба Блаян. Лидер протестов Никол Пашинян призвал людей не перекрывать больше улицы, однако активисты не спешат расходиться. И в эти минуты на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Ирина Макарчан. Итак, Ирина, здравствуйте. Какова обстановка в Ереване? Здравствуйте. С кандидатурами на пост премьер-министра Армении и все политические партии определятся до 30 апреля. Пока же определилась только оппозиция. Она выдвинула на этот пост своего кандидата-лидера Никола Пашиняна. Между тем, Никол Пашинян, в свою очередь, сегодня вновь вышел на Ереванские улицы и призывает народ к протестным движениям. Правда, добраться до места даже ему сегодня было крайне сложно, так как автомобилисты заблокировали некоторые улицы. В связи с этим Пашинян попросил отказаться от перекрытия дорог и сообщил, что важно восстановить порядок. Мы временно отказываемся от блокирования улиц и все вместе выявляем водителей, которые ездят без номеров, без насилия. Крайне вежливо просим их повесить номера. Я считаю, что это провокация. Они бросают тень на наше движение. Акции носят исключительно мирный характер. Каждый день после проведения митинга вышествия активисты убирают улицы и призывают всех участников относиться друг к другу бережно и с пониманием. Подобное обращение к народу сделал и президент Армен Сарксян. Нужно отказаться от деструктивной позиции поведения, которая может подорвать стабильность в стране и продолжить искать возможности для диалога. И так призываю всех наших граждан, наших соотечественников из диаспоры воздержаться от попыток нагнетания ситуации и проявить сдержанность. Об этом накануне говорили по телефону президент Армен Сарксян и российский лидер Владимир Путин. Главы государств подчеркнули, что для преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам Армении необходимо проявить сдержанность и быть готовыми к конструктивному диалогу строго в рамках Конституции. Мария? Да, спасибо. Это был наш корреспондент из Еливана Ирина Мократычан. И, как стало известно, несколько минут назад партия Дашнака Цютун, которая накануне вышла из правящей коалиции, сегодня отказалась от министерских портфелей и кресел губернаторов.